В Ахе остался чуть ли не единственный на Сахалине муниципальный рынок. Подобные предприятия в стране, по большей части не выдержав экономических трудностей, давно обанкротились и ушли с молотка в частные руки. Ахинская городская администрация такого развития событий уже много лет не допускает. Одним из механизмов была высокая арендная стоимость торгового места для предпринимателей – 2100 рублей за квадратный метр. Два года назад по распоряжению губернатора Олега Кожемяка цена была снижена почти в два раза. До 1200 рублей. Торговые места стали заполняться, предприниматели вздохнули свободнее. Но буквально около месяца назад им выдали документы о повышении аренды. Пока на 180 рублей. За квадрат – и это только начало, уверены продавцы. В честь администрации района аренду для частников, торгующих молоком, мясом и зеленью с личных подворий, оставили прежней. Предприниматели потребовали встречи с главой округа Сергеем Гусевым. Еще и потому, что директора рынка Инну Тишковец попросили освободить место руководителя. Будьте добры, скажите, почему поднимается аренда? Наоборот, надо стараться, чтобы аренда осталась, чтобы люди заполняли этот рынок. Вы мне не даете сказать. Аренда рынка поднимается потому, чтобы рассчитаться с долгами. Подождите, 2 миллиона 800 выделено на субсидии. Рынок не рассчитывался за это делать. 3 миллиона и сейчас еще долгов. Что происходит с директором рынка? Директор рынка, ваша Тишковец, Галина Дмитриевна, да? Инна Юрьевна. А, Инна Юрьевна, да. Она что, при устройстве на работу нарушила федеральный закон, нарушила трудовой договор, пункт 6.1, где говорится, что при трудоустройстве человек не может работать где-то еще. Она является в четырех предприятиях, в учредителях. В четырех. Ого. Так, она сразу не дорого. Это понятно. Это всем все понятно. Где раньше были? Где раньше не было власти. Не было. Сейчас мы стали всю правовую систему приводить в законное русло. Если придет прокуратура и будет проверка. Мы взяли 8 человек в проверке. Три человека выпало у нас. В целях оказания финансовой поддержки рынку Центральному из местного бюджета выплатили на возмещение части затрат за 2015 год 2,7 миллиона рублей бюджетных средств. За 2016 почти 9. По расходованию этих средств предприятие ежеквартально отчитывалось, проводились проверки. Рынок Центральный провел оптимизации расходов, в том числе сокращение численности работников. На сегодняшний день предпринимателям свою позицию отстоять не удалось. Аренда повышена с 1 июня. Место директора рынка Центрального остается вакантным.